МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гололёд, дорожно-транспортные происшествия и детский травматизм – это лидирующие позиции причин травматизма в нашем городе. В Варановическом зональном центре гигиены и эпидемиологии прошла пресс-конференция, посвященная Дню профилактики травматизма. Настоящий праздник в преддверии Нового года подарили воспитанникам Барановического центра коррекционно-развивающего обучение и реабилитации волонтеры из отряда «Доброе сердце». В Агрогородке Жемчужной состоялся творческий вечер, посвященный Максиму Богдановичу, поэт-красы Светла Любови. Добрый вечер! В эфире программа «Вести Барановичи» – резкое похолодание, смена температурного режима и гололедица – основные причины зимних травм. С наступлением морозов количество людей, получивших ушибы и растяжение в результате падения на лед, резко возрастает. С целью предотвращения случаев травматизма в Барановическом зональном центре гигиены и эпидемиологии прошла пресс-конференция, посвященная Дню профилактики травматизма. Зима – это всегда период травм. Травматизм остается одной из важнейших проблем современности для большинства стран мира. В настоящее время отмечается рост травматизма со смертельным исходом, с переходом на инвалидность, либо временную утрату трудоспособности. По данным Всемирной организации здравоохранения, травмы и другие несчастные случаи составляют около 12% общего числа заболеваний. Ежегодно в мире от различных травм погибает более 5 миллионов человек. Травмы вообще-то актуальны в течение всего года, но наверное зима – это самое такое время повышенного травматизма. Дорожно-транспортные, бытовые, уличные травматизмы и по возрасту делят, и по социальным признакам, но я думаю, что зимой сходятся все вот такие основные моменты – и дорожно-транспортные травматизмы, и уличные травматизмы, и особенности погодных условий, и особенности поведения человека. Врачи-травматологи утверждают, что значительное число травм зимой происходит из-за неумения правильно кататься на санках, лыжах, коньках. Дети по этой причине часто получают переломы позвоночника, конечности, сотрясения мозга. Большую опасность у работников спасательной станции вызывают любители зимней рыбалки, поиграть в хоккей на льду и те, кто решается сократить свой путь через водоемы нашего города. В травмпункт Барановичской городской больницы каждый год обращается больше 18 тысяч человек. В отделении травматологии ежегодно проходит стационарное лечение более тысячи человек. Из года в год увеличивается количество амбулаторных пациентов на базе Барановичской городской больницы в травмпункте. Связано это с многими факторами. Во-первых, популяризация активного отдыха происходит. Пациенты многие злоупотребляют алкоголем. Очень много бытового электробензоинструмента и в связи с этим увеличивается вероятность нарушения техники безопасности при использовании этого инструмента. Постоянно растет количество автомобильного транспорта, несоблюдение правил его эксплуатации и несоблюдение правил дорожного движения приводит к увеличению количества травм. О проведении противогололедных мероприятий на пресс-конференции рассказала Инна Сморщок. В соответствии с нашими санитарными нормами и правилами пешеходная зона, ступеньки, крыльцо, собственная территория, перегающая территория субъектов хозяйственной всех форм собственности, должна очищаться ежедневно по мере необходимости от снега, наведя, а также посыпаться противогололедными средствами. Кроме того, должна проводиться уборка всех видов снежных и ледяных образований с козырька и крыши здания, то есть сосульки и мокрый снег особенно. За нарушение санитарных требований в адрес руководителей предприятий готовятся предписания и рекомендации об устранении нарушений, за невыполнение которых виновные привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа. Так, за истекший период сложных погодных условий, то есть ноябрь, декабрь, нашими специалистами было обследовано порядка 600 объектов, из которых на 20% выявлено нарушение, подготовлено более 100 рекомендаций в адрес руководителей предприятий, организаций. За невыполнение рекомендаций составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Безопасность каждого зависит от нашего поведения и бдительности. Быть осторожным и внимательным ко всему значит предотвратить тяжелые последствия и несчастные случаи. Уважаемые телезрители, 17 декабря с 10 до 11 часов состоится прямая телефонная линия с начальником Барановского ГОВД Вячеславом Владимировичем Герасимовичем. Волнующие вопросы вы сможете задать по телефону 48 48 01. Настоящий праздник в преддверии Нового года подарили воспитанникам Барановического центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации волонтеры из отряда «Доброе сердце». Не первый год волонтерская группа действует на базе Барановического профессионального лица и строителей. И в этом году волонтеры также не оставили без внимания тех, кто в этом нуждается. В ходе дружеской встречи воспитанники Цикараер познакомились с мастерскими лицеей, приняли участие в совместном концерте и пообщались во время чаепития. Совершить маленькое чудо в выходящем году может каждый человек. Добрые дела давно стали образом жизни волонтеров Барановического профессионального лицея строителей. Отряд «Доброе сердце», который уже не первый год окружает горожан теплом и заботой, был создан для тех, кто нуждается в чуде и тех, кто умеет посвящать себя добру. Не случайно в лицее в этом году принимали ребят из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Я хочу сказать, что это не первая акция. И мы уже традиционно проводим акции именно для детей в преддверии Нового года. Волонтеры готовились. Они провели перед этим благотворительную акцию по сбору средств, в которой приняли участие все работники лицея и все лицеисты. И все знают, что в течение года мы проведем не одну хорошую, добрую акцию, которая будет посвящена и ветеранам труда нашего лицея, и детям, которые нуждаются в социальной поддержке и помощи. И я хочу сказать, что и для наших детей, и для работников лицея это очень значимое направление нашей совместной работы. Потому что мы не только дарим свои, так скажем, добрые сердца, в рамках работы клуба «Добрые сердца». Но еще получаем очень много благодарности от тех людей, к которым мы спешим на помощь. Сегодняшнее мероприятие уже покорило сердца всех присутствующих в этом зале. Неталантливых детей не бывает, показал совместный концерт. Воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации показали, что они способны танцевать, читать стихи, радоваться жизни и с бесконечным оптимизмом добиваться успехов в сложных обстоятельствах. Ведь ограниченные возможности не могут быть преградой в общении. Такие выступления нужны прежде всего всем людям нашего общества. Потому что мы должны понимать, что нет двух одинаковых людей с одинаковыми глазами, с одинаковыми волосами. Мы все разные. Поэтому жители нашего города должны знать, что есть такие ребята, которые обучаются в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Ну а почему декабрь? Потому что это месяц спокойствия, месяц поста, очищения перед большими рождественскими праздниками. Месяц, когда отмечается Международный день инвалидов, когда обращается внимание всего общества к людям с особенностями. В этом учреждении мы впервые. Хотя ребята, волонтеры из лицея строителей к нам уже приезжали. И мы очень рады, что дружеские отношения завязываются между нашими учреждениями. Что ребята с пониманием относятся к нашим детям и делятся своими начинаниями в познании профессии. Спасибо им большое. Ребята показали свои мастерские, где деткам-инвалидам была предоставлена возможность не только увидеть, чем занимаются строители. Но даже эти дети сегодня ложили раствор. Сегодня они в своих руках держали кирпичи, ложили кладку. Единственное, где им не дали поработать, это в столярном цеху. Но летящие опилки вызывали восторг. И после этого мы еще все отправимся на чаепитие, где их ждут угощения от души всего коллектива и детей лицеев. Я считаю, что такие мероприятия очень правильны. Почему? Потому что нам всем нужно научиться в Новый год, в преддверии Нового года ждать не только подарков, не только, что нам кто-то сделает благо и принесет радость. Надо научиться отдавать тепло и радость другим людям. Благотворительность – одна из традиций лицея-строителей. И подобные акции здесь происходят не только накануне новогодних праздников. Что же касается самого отряда «Доброе сердце», на базе лицея он существует уже не первый год. И сегодня ставит перед собой множество задач, главная из которых – помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается. Волонтеры считают, что каждый человек должен просто отдавать себя ради счастья других людей. Ведь только так можно по-настоящему реализовать себя. Информационная поддержка по вопросам здоровья, запись к врачу на УЗИ и МРТ, а также сведения о лекарствах теперь по одному номеру телефона. Барановичский регион присоединился к Республиканской медицинской инициативе, доступной по номеру 131. Новация объединяет регистратуры, учреждения здравоохранения, центральную поликлинику и ее подразделения, городские больницы номер 1 и 2. Тарификация звонка на линию соответствует ценам оператора без дополнительных начислений. К слову, три года проект успешно действует тоже в Минске. Поэт красы «Святла любови» под таким названием в Барановичском районе Агрогородке Жемчужный прошел творческий вечер, посвященный 125-летию Максима Богдановича. В этот зимовый день в зале Дома культуры Агрогородка Жемчужная собрались в учнии Жемчужненской средней школы розного взрослого. Их настауники, а так сам ожидающие, послухать и поглядеть концерт, присвященный классику белорусской литературы. В библиотеке Минске проводится большое количество мероприятий. И этот год, год культуры, стал юбилейным. Очень много юбилейных дат у таких известных белорусских авторов, как Иван Шамякин, Иван Мелиш, Кондрат Крапива, Ян Чачут и многие другие. И сегодня еще один такой юбилей – это юбилей Максима Богдановича. Мы отмечаем 125-летие. Сегодняшнее наше мероприятие идет совместно с Мирской сельской библиотекой, Жемчужненской сельской библиотекой, ну и Новомышским лицеем. Многие наши читатели откликнулись на это мероприятие. Многие читают стихотворения, написанные Максимом Богдановичем. Многие будут исполнять песни. Богданович был великим життєлюбом и гуманистом. Его единая эстетичная креда тримается на светлой вере у человека, на глубокой повазе до его особи. Менавито от Гетуль выникала его обвостранная цикавость до внутреннего духовного света людей, до потаемных почуток и думок живой человеческой души. От Гетуль и той безпомилково чуйный психологизм, який характеризует любовную лирику паэта, и та безнатяжная философичность, якою вызначаются его верши роздумы об житті и смерти, об поэте и поэзии, об прыгожым и брытким у рычайсності и у мастацтві. За тебе, Беларусь, з верай Богу молюся, Ні вайны, ні вели, ні вылок, ні холи, Торкі веры молю, дай нам веры поболей. Творшість Максима Богдановіша прытягальна дзіля творця, чоловек, який прожив усягод 25 гадов, оставил пасля сябе вельмі «Яскравый след» на літературном небосхилі нашей країны. Кераўник народного драматичного театру, театр на Мышанце Станіслав Пшаулоцкі, наугуле назваў Богдановіша прарокам. Йон тады ўжо заважуў набліжыня той духовної катастрофы, яка пагражае нашаму чоловецтву, нашаму народу, тому што імклівы матеріально-технічны пагражае, з'являюцца таксама пагроза і процесы глобалізація, і мы забываем свою культуру, забываем свою мову, і самая галавна, што забываем пісні, бо пісні з'являюцца душой народа, і пагэтаму ён празывае людзей берагшы гэты каштоўнасті. Народный театр, театр на Мышанце, існує з 1996 года. З'явіўся як аматорскі гурток, і пасля ён перарос ў театр, а ў 2003-м став народным. У репертар нашого театра ваходят такі творы, які непасрэдна звязаны с сельскім жыццем, тому што мы знаходімся ў новамышцым, прассійным лицею сельскагосподарчевы творчасті. І гэтая тема нам більш блізка. Таксама, вось пасляднім часам мы стали частей звертацца да твораў нашых класікаў. У нас візітныя картаў стала баллада Яна Чачото Мышанка. Таксама ёсер пертары ў нас баллада Адама Мецкевича «Світязь». І вось з нагоды 125 годзе з дня нарожыня Максима Богдановича мы рашылі таксама інсценироваць апавайданні, апокрыф. Міновіта дзякуючы такім людзям, які працуюць на беларускай зямлі, які памятаюць, шануюць, распаусюджваюць культуру беларускага народа, яго мовы і побыта, будзі жыць беларускій націянальный непауторны каларыт. Барановичи готовы к новогоднім і рождественським праздникам. График работы предприятий торговли і общественного питання в цьому місяці буде продлён в среднім на 1-2 часа. Кроме того, приобрести необхідні товари граждані змогут на рождественських ярмарках. Они развернуться на площади Ленина 28, 29 і 30 декабря. Всего запланировано білье 140 выставок, ярмарок, акцій і распродаж. Це все новости на сьогодні. Впереди реклама і прогноз погоди. Оставайтесь на телеканале «Индекс». Наш ефір продолжит программа «Гость студії». Сьогодні мой собеседник – главний врач городской детской больниці Эльмира Богданович. До встречи через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова